Джон Пайпер «Страсти Христовой» Глава 5 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы явить грешникам изобилие Божьей любви и благодати. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, глава 5, стихи 7 и 8 Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 В Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 7 Рассуждая о том, как сильно Бог возлюбил мир, мы, во-первых, начинаем понимать, на какую жертву Он пошел ради нас, желая избавить нас от смерти. Во-вторых, мы видим, что мы были совершенно недостойны спасения. О жертвенности Бога мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16 Отдал Сына Своего Единородного. При этом Божий Сын носил имя Христос, полное величество и достоинство, ведь в переводе из греческого оно означает «помазанник» или «мессия». Мессия должен был стать царем над Израилем. Люди ожидали, что он одержит победу над римлянами, принесет мир и безопасность Израилю. Мы видим, что ради спасения грешников Бог отдал Своего Единственного Сына, Божьего Помазанника, царя над Израилем и над всем миром. Христос умер жестокой смертью через распятие, что говорит о том, насколько велика была жертва Бога Отца и Сына. Цена безгранично высока, если подумать о пропасти, разделявшей человека и Бога. И тем не менее, Бог сознательно пошел на эту жертву, чтобы спасти нас. Его любовь к нам становится еще очевиднее, когда мы осознаем, насколько мы недостойны Его. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, глава 5, стихи 7 и 8. Мы заслужили Божьего наказания, а не Его жертвы. Однажды я слышал такие слова. Бог не умирал за животных, Он умер за человека, потому что высоко ценил Его. Это полнейшее непонимание благодати. Мы намного хуже животных. Они, по крайней мере, не грешили против Бога. Они не бунтовали и не относились к Богу так, словно Он не играет в их жизни ровно никакой роли. Вот почему Ему не пришлось умирать за животных. Они не провинились перед Ним. Наша же вина настолько велика, что только заместительная жертва Божья могла искупить ее сполна. Единственное объяснение тому, что Бог пожертвовал ради нас, собой, заключается не в нас, а в богатстве Его благодати. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 7. Благодать – это дар. Мы получили ее не потому, что были достойны, а потому, что Бог богат благодатью. В этом выражается Божья любовь. Невероятной ценой Он открыл нам, недостойным грешникам, то, что наполняет наши сердца безграничной, вечной радостью, неизмеримое великолепие Творца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова